После долгого перерыва Лукашенко снова сумел выпросить денег у Кремля. То месяцами и благодаря неоднократным поездкам на ковер он вымаливал по миллиарду на поддержание экономики. А тут внезапно и отсрочка выплат по старым кредитам от понимающего старшего брата и новый кредит на импортозамещение. Почему это происходит именно сейчас в условиях напряженного ожидания нового наступления со стороны Беларуси? Что именно покупает Путин или дело и правда в импортозамещении и помощи Беларуси в противостоянии санкциям? Здесь нет противоречия. С одной стороны, Россия может действительно давать деньги на импортозамещающие программы, но в то же время понятно, что любое выделение денег в контексте белорусско-российских отношений, это всегда в том числе момент политический и вопрос того, каковы отношения между режимами, готова ли Россия в той или иной форме поддерживать режим Лукашенко. Мы видели разные периоды и были всякие торговые войны и различные конфликты по налогам. И в данной ситуации, конечно, есть вполне объективное основание, почему Россия заинтересована действительно в замещении каких-то товаров, услуг, которым терял доступ из-за санкций и вполне может пытаться, что называется, завместить приятное с полезным, с одной стороны, и поддержать своего последнего, уж какой не есть, нового союзника, и в то же время может действительно получить что-то полезное для себя. Ну и к тому же понимаем, что такая по-своему медвежья услуга, потому что даже если действительно на выделенные России деньги будут сделаны какие-то в Беларуси производства или какие-то линии, ориентированные на Россию и на торговлю с Россией, то в конечном счете это все еще больше привязывает Беларусь экономически к России. И получаются такие инвестиции, которые в конечном счете будут самой же России и на пользу. Решим Лукашенко спрошел бы уменьшать свою зависимость от России, а не увеличивать. И мы видим, что как только в 2015-2019 годах была такая внешнеполитическая возможность, то режим Лукашенко с большим удовольствием и активностью этой возможностью пользовался. Но, конечно, после 2020 года и уж тем более после начала войны такие возможности для внешнеполитического маневра Лукашенко катастрофически сократились. И мы видим, как это отражается в том числе на динамике внешней проголи, потому что растет именно доля внешней торговли с Россией. При том, что Лукашенко много раз проводил совещание, говорит, что надо балансировать, чтобы была треть Россия, треть Запада, треть страны, а еще другие. А мы видим, что сейчас мы фактически приближаем к двум третям отвара оборота как раз самой России. То есть это, в общем, прямо не то, что даже губличный режим декларировал, он хотел бы. Но просто этого не удается достичь. Поэтому в условиях продолжающихся санкций, в условиях продолжающейся войны, в условиях того, что у власти в Минске остается режим, который не признают на Западе, то, конечно, восстановление нормальной и внешней проголи с Западом остается невозможным. И в таких условиях, может, даже уже не очень важно, чего хочет режим Лукашенко, он просто вынужден довольствовать тем, что у него есть, какие возможности остаются. Насколько это сейчас актуальная ситуация, не очень понятно, потому что все-таки, видимо, речь идет действительно о каких-то задумках по импортозамещению, которые могут быть значимы и важны и для России, и для Беларуси. Поэтому тут больше вероятности, что эти деньги все-таки будут освоены для каких-то инвестиционных проектов, будут потрачены. В то же самое время, надо сказать, что вот эти суммы, полтора миллиарда, два миллиарда долларов, они недостаточно велики, чтобы прям позволить нам перестроить нашу экономику полностью под санкционный режим или поднять инвестиции в той мере, в которой этого хочется правительству. Это все еще недостаточно. То есть на макроэкономическом уровне это действительно похоже на в том числе такую параллельно субсидию для поддержания штанов, условно говоря, поддержать Беларусь параллельно, профинансировав, возможно, какие-то инвестиционные проекты. Ну и еще важное замечание, что поскольку мы про многие проекты так и не слышим, о чем они будут, есть большое подозрение, что они будут связаны с военной промышленностью, например, или будут закрывать другие военные нужды России. Это, несомненно, поддержит военное предприятие, то есть поддержит военную отрасль, поддержит те отрасли, которые смежные, например, тот же текстиль, который может шить форму. Это плюс для экономики в целом, но надо понимать, что это никоим образом не избавляет нас от проблем в других отраслях, которые попали под санкции. Да, те же военные предприятия, они попали под санкции, но, в принципе, для них это не настолько критично для многих, потому что их клиенты, например, находились всегда в других странах, не обязательно европейских. Поэтому они продолжают работать, и для них, несомненно, война – это мать родна. То есть про них, собственно, эта поговорка и есть. Поэтому им будет хорошо, но это не значит, что, например, будет хорошо деревообработки нашей, или что будет хорошо даже нефтепереработки или Беларусь-калию. То есть эти подсанкционные предприятия, они продолжают находиться в тяжелом состоянии, скажем так, вот эту проблему того, что экономика должна будет полностью реструктуризироваться в результате санкций. Эта временная вспышка в военной промышленности, она никоим образом не поможет решить. Следим за всеми новостями каждый день, не только в видеоформате на нашем канале, но также и на сайте malanka.media. Читать обо всем без VPN проще всего в нашем мобильном приложении. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok